МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немалую поддержку промышленникам и предпринимателям оказывает и администрация округа. Из муниципального бюджета выделяют стартовые деньги для начинающих бизнесменов. Организации, которые уже твердо стоят на ногах, могут рассчитывать на помощь в модернизации производства. Организации, которые приобрели оборудование необходимое для производства, могут возместить до 50% понесенных затрат. По этому году у нас до 5 миллионов рублей. В зависимости от того, сколько заявителей, эта сумма может пропорционально делиться. За круглым столом эксперты также обсудили нововведения в законе, которые напрямую коснутся работы предприятий. Так, после Нового года все объекты малого и среднего бизнеса обязаны поставить на кадастровый учет санитарно-защитную зону. С 1 января 2020 года многие предприятия подпадают под определенный закон. И чтобы реализовать этот закон и действовать в правовых рамках, необходимо уже сейчас начинать готовиться. Санитарно-защитная зона – это определенная часть земельного участка, которая идет по границе основного земельного участка, на котором находятся здания, строения, сооружения, предприятия и так далее. Здесь есть несколько видов предприятий. Предприятия первого и второго класса опасности, а также предприятия третьего, четвертого и пятого класса опасности. Выполнить новое требование должны абсолютно все предприятия, независимо от класса опасности. Успеть надо до 2022 года. В противном случае будут грозить штрафные санкции. Луиза Игязырян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.